Приветствую вас. Прочитаю ваш вопрос. Смотрите, первое на что я хочу обратить ваше внимание. Значит, по общему правилу, более старших партнеров в себе ищут люди, которые с другими людьми, более младшими или ровесниками, подавляют свои знания, свое детское, грубо говоря, эго-состояние. То есть это те люди, которые вот рано повзроснели, это те люди, которые ведут себя условно слишком серьезно, слишком по-взрослому, вот, и так далее. То есть речь идет об этом, по сути. И тонкость в том, что вам очень желательно вот этот момент, если он действительно есть, а если этот момент действительно присутствует, в том смысле, что если вы действительно подавляете свои, к примеру, желания, да, свои желания, свои вот потребности, если вы не позволяете себе, там, условно говоря, быть спонтанной и прочее-прочее, то в первую очередь вам бы помочь раскрыться именно в этом направлении. А дальше уже можно будет, в принципе, о чем-то говорить. Дальше уже можно будет, в принципе, как-то вот уже думать, как и что конкретно делать, вот, именно вам в этой ситуации. Это первое. Это первое. Второе. Вы говорите, что опасаетесь того, как воспримут вашего мужчину ваши друзья, ваше окружение. Вы боитесь. Что немного странно, учитывая, что вы производите впечатление вполне себе серьезного человека. Хоть и хоть и выглядите, как вы говорите на ложе. Ну, это, это не особо на что влияет, в общем-то, да, то есть как вы выглядите. Поэтому, в купе с тем, что вы выбираете мужчину старше себя, что первое, что вот этого мужчину, вот, это создает некую, некую картину вашей потенциальной неуверенности в себе, потенциальной стыдливости, потенциального стыдливого отношения к самой себе и к тому, что вы хотите, к тому, что вам нужно. Дальше. Вы пишите. Ситуация такая. Поднакомилась с мужчиной через сайт знакомств. Ну, вот, Алиса, да, нужно понимать, что на сайт знакомств люди приходят, в общем, с определенной целью. И других людей воспринимают, и вообще друг друга люди там на сайтах знакомств воспринимают, ну, исключительно как предмет, как товар. Это неплохо, это нормально для подобного рода ресурсов, потому что люди туда приходят именно с такой целью. То есть это абсолютная норма. Но вопрос, вопрос заключается в том, насколько вас, к примеру, устраивала бы данная позиция. Насколько вас устраивает такая позиция? И почему вы пришли к этой позиции? По какой причине вы пришли к этой позиции? Почему вы пришли там на сайт знакомств? Означает ли это, что у вас не получалось построить отношения в реальной жизни или что-то еще? Вы говорите, что вы искали мужчину для семьи, но сайт знакомств не лучшее место для поиска мужчины с целью создания семьи. То есть здесь скорее противоречивает. Дальше. Сначала не воспринимал его всерьез. Почему? Отвечал однословно. Затем как-то затянуло. Вот что значит как-то затянуло? Вам что-то в нем понравилось? Что именно, да? Общая тема. Работаем в смене сверху. В сферах увлекаемся световодцем. Очень легко и приятно общаться. Ну, если бы было очень легко и приятно общаться, общались бы сразу. А то, чтобы вы его не воспринимали всерьез, ну, это уже говорит о вашей некой такой защите, которая, вероятно, и является следственным того, что вы подавляете в себе свои спонтанности. Сейчас речь идет о встречах. Хочет приехать, мне тоже этого хотелось бы. Понимаете, девочки, вы понимаете, выражение «мне этого хотелось бы» достаточно хитрое. В том смысле, что вы вроде бы и хотите чего-то, но в то же время и не уверены. Вы с одной стороны и хотите чего-то, но в то же время вы как-будто, ну, у меня не так это важно. То есть он не может не говорить «я хочу этого» или «я не хочу». Вы говорите «хотелось бы». То есть это неуверенность. Дальше. Его намерение серьезное. Что это значит, если серьезное намерение, это оценка? Да, да и я искал мужчину для семьи. Смотрите, зачем вам семья? Как можно искать кого-то для чего-то? Для человека это просто человек, он ценность в себе. А получается, что вам нужен мужчина для чего-то. То есть вам нужна семья для чего-то, а вы для этого используете мужчину. Это само по себе уже создает эффект сверх мотивации, при котором вы чрезмерно заинтересованы в отношениях с ним. Причем в успешных, серьезных отношениях с ним. Что является, конечно же, субъективным восприятием. Дальше. Меня пугает разница в возрасте. И пугают не напрасно. Совершенно. Другой вопрос. В чем именно? Если быть честным, пугает, что скажет мое решение коллег и друзья. Здесь, опять же, стыд и зависимость от мнения окружающих. Что имеет под собой почву неуверенности в себе. Что связано либо с самооценкой, либо с непринятием себя. Ну, зачастую, это очень смежные такие истории. Либо различного рода страхи. То есть вас пугает страх остаться одной, например. Это меня очень смущает. Скажет, что я молодая и красивая. Я выгляжу младше своих лет, чем могу найти лучше и молодой. А почему вас волнует то, что скажут другие? Ну, я общаюсь с молодыми, но никто не цепляет. Правильно. Человек не может цепляться. Вам нужно давать человеку возможность раскрыться. Но вы не можете общаться с молодыми. Что значит молодые? Молодые, старые достаточно относительные понятия. Вот. Вопрос в том, насколько вы раскрываетесь с людьми, насколько вы позволяете раскрываться с другим людям. И по поводу чего вы общаетесь с этими людьми. По вашему опыту, возможно гармоничные отношения с такой разницей в возрасте. Возможно, если это акт свободной воли. Но, как правило, подобные отношения не являются актом свободной воли. Мой первый муж был старше меня на 12 лет. Расстались не из-за этого. Было очень много плюсов. Если вы расстались, значит у этого есть какие-то причины. Скорее всего, эти причины не проработаны. И, скорее всего, в новых отношениях вы будете точно так же повторять те же ошибки, что повторяли в первом браке. Нужно проработать эти ошибки, чтобы они повторяли. Наверное, подразумнительно, я ищу похожих отношений. Да, вы ищете отношения, потому что вы хотите, чтобы без них что-то получить. Вопрос в том, что. Но связнение тоже было. Стыд. Стыд от непринятия себя. Партнер нужен для того, чтобы вам помогли принять себя. Партнер определяет вас. Так, связнение тоже было. И с ним из-за возраста. Хотя он очень симпатичный. Ну, вот. Как бы. Стыд это вот то что-то, что вы не принимаете. И мальчика стеснялась с ровесниками, с которыми дружила до замужества. Мальчика стеснялась с ровесниками, с которыми дружила до замужества. Не очень понял ли смысл этого предложения. Во-первых, почему мальчика, во-вторых, почему ровесника стеснялась? То есть, это стыд перед мужчинами вообще, которые вы стесняли с любой близости с мужчинами или что? Ну, вот. То есть, как это у вас происходит? Ну, вот. Как-то вот из этого нужно выводить некую картину вашей личности и ваших конфликтов. А дальше смотреть на то, как складывались ваши отношения с родителями. Вероятно, это такая либо жерственная, либо отстранённая достаточно от вас мать. И недосягаемый, немного идеализированный, с возможным последующим разочарованием отец. Вот. Но это, конечно, всё очень приблизительно и внешне вам может казаться, что не совсем так. Поэтому к этим вот именно предположениям стоит относиться весьма и весьма скептически. Вот. Такая вот история, Алиса. То есть, отвечая на ваш вопрос, да, возможно, но целая трудность заключается в том, чтобы увидеть, насколько свободны вы в акте, в своих решениях и в том... А самый вопрос заключается в том, почему вы стыдитесь и почему стесняетесь. Ну, в принципе, это одно и то же. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Продолжение следует...